Мы узнали с супругом о том, что наш ребенок немножко не такой, как все. Есть особенности, начали странности замечать. Начали, когда Дамиру было 2,8. Выражалось в том, что он долго не разговаривал. И педиатр меня успокаивал тем, что сейчас все дети современные, все такие ленивые. Тем более у вас мальчик, не переживайте, заговорит. И она все время так говорила. А время шло, он не заговаривал. И какие-то странности все больше и больше появлялись. И мы пошли к участковому психиатру. К сожалению, она нам подтвердила. Сказала, что у ребенка аутизм. Но она говорит, это моя врачебная обязанность, долг мой. Мы должны вас спросить, родители. Вы еще молодые. Дайте ребенка государству, сдачи, и рожайте себе здорового ребенка. Мы ответили, что никогда в жизни мы так не поступим, что это наш ребенок, наша кровиночка, мы его любим. И для него сделаем все, что в наших силах максимально. И мы вытащим его из этого состояния. Хотя она сказала, что не сможет здесь. Но я считаю, что у нас получилось. Для меня было принятие диагноза очень сложным. Очень сложным, потому что наш Дамир, он у нас первенец. Единственный ребенок в семье. Долгожданный, желанный. И когда тебе везде говорят, и в интернете, и все врачи, по которым ты ходишь, спрашиваешь, говорят, нет волшебной таблетки, смиритесь, это неизлечимо. Это такое ощущение, что жизнь у вас получается до и после. Гулять было с ним тяжело, очень сложно. Когда маршруты менялись, он истерил очень сильно. Обычно как, детки, идете в магазин, они просят игрушку, купи игрушку. А мой требовал, истерил, плакал, чтобы я купила. Я купила ему средства для митя, окон. И я даже один раз уступила, купила ему, потому что он очень сильно плакал. Невозможно было успокоить, и я ему купила. Если все детки выходят, идут радостные, на детскую площадку играют, в песочнице, с игрушками, с детками, качели. Мой ребенок меня таскал. Мы ходили в сторону помойки, и он там находился все время. Я думаю, что это испытание в Севишне. И доктор Давид и Есефа, они не просто так встретились с нами. Мы приехали на очное лечение второй раз. Первый раз приезжали в 2019 году. Благодаря очному лечению Адамир научился очень многому. У него появилась усидчивость. Он стал заниматься. Научился читать, писать, лепить, рисовать. В бытовом плане он у нас полностью самостоятельный. Одевается, обувается, ест, умывается, зубы чистит. Вот что тебе нужно будет делать, подойди сюда, пожалуйста. Смотри, видишь, у него напряженная такая спина. Вот сама вот. Помассируй так вот. Это то, что нужно будет тебе. Вот чувствуешь как бы пальцами. Да. Жестко. Да, да. И ты сама вот там, где напряженный, ты ему тоже разминаешь, можно крем смазать. Видишь, вот это вот у него очень напряженно. Поэтому он такой напряженный, ему страшно. В 2019 году мой сын попал в больницу. У него упали тромбоциты до 6 тысяч. Это кровь не сворачивалась. Он был на волоске от смерти. И как врач мне объяснила, когда падает до 100 тысяч, до 100 тысяч, это уже катастрофа. А 7, 6 тысяч, это, она говорит, ну, это вообще. Потому что у него уже на задней гортане уже кровотечение открылось. И врачи сказали, мы боялись, переживали. Если он выживет эту ночь, все хорошо. Если не выживет, то... Доктор Давид, доктор Аркадий, доктор Рима всю ночь работали дистанционно, лечили моего ребенка. Я просто отправляла доктору Давиду и доктору Аркадию и его свежие фотографии. Каждые там 2 часа. Все. Они лечили дистанционно моего сына. Вытащили моего сына. Когда они брали анализы, врачи, они видели, что через пару дней уже 30. Вот очень быстро мы восстанавливались. Врач говорит, ну, это, говорит, удивительно. Нас выписали через 2 недели. Это, говорит, люди приходят, тут детки приходят со 100 тысяч, да, и где-то в месяц. А вы уже, говорит, уже все. У нас уже было 170 тысяч. При норме 300, но уже, уже определенную там диету, определенную все мы соблюдали, все, все хорошо, все нормально. Меняется у него форма черепа. Сзади голова, череп становится красивым. Таким пустоты наполняются. Без операции, без никаких хирургических мешок. Вообще, это делают Исефа, доктор Давид, доктора Аркадия. У него череп меняется. Вот эти части, затылочные части, вот. Оно у нас растет. Голова меняется. Я, если раньше, до приезда очного лечения, если я пристально все время за ним смотрела и угадывала, да, что он хочет, почему он капризничает. А сейчас мой ребенок говорит, даже если заболел, он говорит, заболел. Показывает, где болит. Дамир, а что ты сегодня делал? Утром, что делал сегодня? Я послелся. Так, а потом что? В туалет. Сходил в туалет. А потом что? Умылся. Умылся. А потом что? Оделся. Оделся. А потом что? Обулся. Обулся. Правильно, дальше. Можевать. А потом что? Лечить. На лифте? На лифте. Спустился куда? На автобусе. На автобусе куда поехал? Тедя Давиду лечить. Если ты помнишь, несколько дней назад добиться ответа от него было невозможно? Да. Да. Правильно? Да. Сейчас спокойно говорит. Я разверну. Он не говорил, то есть если я ошибаюсь, поправь. Правильно ли, что была ситуация, что он с тобой, например, говорил тебе? Да. Отвечал? Да. А других окружающих не замечал. Вообще не отвечал. Он отвечает уже не только мне. Вот я всех просила. Спросите, что он сегодня сделал. Он всем говорит. Очень радует то, что считается, что такое вот состояние, оно с трудом исправляется, если исправляется вообще. За два дня? Ну, два дня, да. Хороший результат. Два дня. Хороший. Это волшебный результат. Люди годами идут к такому результату. А мы два дня. Надо так приятно улыбнуться, чтобы улыбка в глазах была. И вот здесь он была. Ну, и здесь тоже вот так. И тогда сразу становится не страшно. Улыбается. Улыбается. Когда вы берёшь вот тоже себе руку, вот так, приятно. Тебя вот так. Да. Улыбаться ему тоже, пока что, сложно. Да. Ну, вот вы улыбаете. Да. Вот так, видишь, так приятно. Да. Улыбается. Можно на себе и по голове погладить, чтобы как-то приятно, да? Чувствуешь, как приятно, да? Улыбается, лежит. Хорошо. О, видишь, какой ты хороший, хороший. Улыбайся. Хороший. Так приятно видеть, как буквально на глазах человек становится другим. Да. Вот ему вот сегодня вот такой подарок получил, что вот он собой себя может гладить, чтобы это было приятно. Как мало ребёнка иногда для счастья надо, да? Да. Да, привык всё время к страхе, 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 страшно, да? Ну, давай, расслабься, расслабься. Да, можешь рукой на себя вот так вот ещё погладить. Вот так. Нравится? Да, молодец. Ощущения новые. Ещё несколько минут такой весь испуганный был, да? Угу. Знаешь, иногда нужно просто само себя погладить, сказать, какой я хороший. Да? Как я маме помогаю. И как мне это нравится, да? Если он раньше брал в Ютьюбе какие-то там развивающие мультики, какие-то развивающие ролики находил, да? Типа по картинкам. Сейчас он набирает это всё. Например, мультик «Простоквашино». Я ему диктую «Простоквашино», ну, просто, а он печатает. Или там, ну, бременский музыкант он очень любит. Я говорю, он печатает. Именно не тупо по картинкам ищет, а осознанно печатает ребёнок в Ютьюбе и ищет. У него взгляд ещё изменился, посмотрите. Да, да, был взгляд просто перепуганного товарища. Да. Взгляд вообще... Все очень удивлялись на это. Такие большие глаза и такие перепуганные. Угу. А сейчас вот? Ирина, да. Нормально. С тобой уже можно общаться, правда? Да. Музыка. 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 Знакомая есть из нашего детского сада, который видит в ребенке изменения. Она говорит, вот как, вот как, вот как они делают так, что, ну, как ты говоришь, там череп меняется этот. Ну, вот так делают, руками делают. Это единственные специалисты в мире, которые это умеют делать. И они делают. И таких детей много здесь, которые меняются на глазах. Вот у нас папа есть с нами, приехал, тоже из России. У него ребенок настолько быстро и стремительно меняется, что он шокирован, он растерялся. Он говорит, а как, а как, я не думал, что так быстро, я не думал, что так быстро. Он ходит, он за голову держится, я не думал, что так быстро. А вот так делают. Важная победа, мы были в пятницу на море, купались, плавали. А в чем победа? А он боялся. Море. Море или воды? Воды не боялся, моря, потому что вот этот он боялся. А в пятницу уже нормально, мы прям хорошо плавали. Как мне специалисты говорят, у него очень богатый словарный запас. Ну, ваш ребенок кардинально отличается от тех детей, потому что наш дефектолог работает в школе с такими детками, и у нее очень большой, больше 20 лет она работает с такими детьми. Она говорит, ну, если, ну, вот по такой, сейчас, как вы идете, да, вот, в таком темпе, она говорит, ну, в седьмом, но самое поздно, в седьмом, восьмом классе вы уже выровняетесь полностью. А я, я-то знаю, что мы хотим больше, я сказала вот доктору Давиду, говорю, вот мы хотим приехать еще раз, у нас такие прогнозы, хотим быстрее еще. Он сказал, добро пожаловать, приезжайте.